Продолжение следует... ...почему мы пришли к твердой мозговой оболочке. Ранее для двуслойных методик были варианты, альтернативы, которые были предложены различными производящими компаниями, альтернативы свободному десневому трансплантату. Да, это коллагеновые мембраны ксенопроисхождения, нерезорбируемые титановые мембраны даже были предложены. И на последнем месте были мембраны аллогенного происхождения, нерезорбируемые мембраны из титана, еще из какой-то сетки, что-то там тоже такое делали, которое не рассасывается из какой-то пластиковой. Отрицательный метод применения, там просто были негативные результаты сразу. При ксеногенных мембранах никаких изменений в области оперативного поля не происходило. Биотип никак не менялся. При применении аллогенных мембран у 76% было выявлено утолщение биотипа. Но с аллогенными мембранами была большая проблема из-за метода их консервации, так как их консервировали с применением карбуловой кислоты, которая является токсичным ядом для организма. И не всегда его имело место отмыть до конца, уже для оперативного вмешательства. И если частички вот этой карбуловой кислоты оставались, то нивелировался вообще весь результат. И утолщение биотипа, и вообще никакой операции уже это было дальше все не исправить. Поэтому когда-то давно, в 80-х годах 20 века, отказались от применения аллогенных мембран на какое-то время до появления метода леофилизации. Так как наша твердая мозговая оболочка, она стерилизуется только физическими методами. Особенности и показания для применения твердой мозговой оболочки. Мы сейчас только что с вами рассматривали таблицу, красочную, такую красивую, где было понятно, что этих методик много. Первое, куда мы применяем нашу твердую мозговую оболочку, это рецессия Десны парадонтальная макогенгвальная пластика при всех двуслойных методиках, в которых допустимо применение твердой мозговой оболочки. Например, это устранение рецессии, сочетающей сообразие твердой ткани зуба и без нее. Утолщение биотипа в области слизистой альвеолярного отростка в сочетании с вестибулопластикой с закрытым методом. Или без нее, просто для того, чтобы увеличить биотип. Вот этот последний метод, он разработан нами, конкретно для этого материала. Это уникальная авторская методика. Она придумана для твердой мозговой оболочки в зоне хайдентии, или как просто самостоятельное вмешательство, или как подготовка к дальнейшим костно-пластическим мероприятиям. Показания к применению твердой мозговой оболочки. Тонкий биотип Десны в области рецессии Десны. Тонкий биотип у ортодонтических пациентов для превентивного изменения биотипа. То, что мы с вами в предыдущих лекциях уже все это обсудили. Отсутствие кератинизированной Десны, или прикрепленной, как мы ее называем. Вы помните, да, где при вмешательствах, при, например, при планировании имплантации в зоне адентии, длительное отсутствие зубов, произошла атрофия не только костного крепления, но, естественно, и непосредственно мягкотканного комплекса. У таких пациентов отсутствие прикрепленной Десны является показанием для применения пластики при помощи твердой мозговой оболочки. И также вот последняя, это необходимость проведения вестибулопластики закрытым методом, тоже как этап или по самостоятельное вмешательство, или совместно с имплантацией, либо с этапом подготовки к костно-пластическим мероприятиям. Противопоказания, ну такое как бы громко, да, слово противопоказания, это, наверное, какие-то абсолютные там медицинские, человеческие факторы. Мы с вами говорим о том, в каких случаях нельзя использовать твердую мозговую оболочку, и вы не имеете права как бы планировать вмешательство с ней. Это в том случае, когда вы не сможете перекрыть твердую мозговую оболочку с лестнино-костничным лоскутом. Особенность этого пластического материала заключается в том, что при любом контакте с ротовой жидкостью он мгновенно резервируется через фибринозный налет и не даст никакого эффекта. Вот те операции, которые подразумевают какую-то экспозицию пластического материала, например, тоннельная методика при устранении множественных рецессий десны или карман-рацки, в них применять твердую мозговую оболочку нельзя. Методики применения и использования твердой мозговой оболочки – это корональное смещение. Все двуслойные методики мы с вами долго разбирали, вот эти все четыре лекции мы разбирали, как мы куда что ее пришиваем, что с ней делаем, как ее регидратируем и так далее. Ротированное корональное смещение по санктивзакеле, тоже устранение множественных рецессий десны, где мы ограничены, лимитированы объемом пластического материала, аутопроисхождение. И это первый метод, в котором мы в первую очередь применяем твердую мозговую оболочку. Вести булопластика закрытым методом. И направленная тканевая регенерация. Любые пластические перидонтальные вмешательства, где вы сможете перекрыть ее с листью на костичную лоскуту. Принципы работы с твердой мозговой оболочкой – это полное перекрытие твердой мозговой оболочки с листью на костичную лоскуту. Это то, что я уже проговорила вам на предыдущих слайдах. Подготовка. Перфорация с расстоянием 3-4 мм, диаметр 0,8 мм. Это диаметр перфорации со мной. Регидратация после перфорации от 3 до 7 минут. Можно в физрастворе, можно в капиллярной крови из разреза. И фиксация этому окна, косница и под слизистым слоем. Фиксируется твердая мозговая оболочка в зависимости от того метода, которым вы оперируете. Преимущества методики, применяющей твердую мозговую оболочку как пластический материал, это отсутствие донорской зоны. Понятно, что при заборе аутентрансплантата мы создаем второе хирургическое поле. Отсутствие дополнительной хирургической травмы у пациента тоже. И время на это не тратится во время операции, и у пациента болит меньше. Лучшая регенерация. По сравнению уже с ранее предложенными нами пластическими материалами, твердая мозговая оболочка единственная, кто дает увеличение биотипа. И результаты, как мы ранее уже с вами рассматривали в лекциях номер 3, сопоставимы с применением аутотрансплантата. Преимущества общей методики, но они вполне очевидны, да. Это видоспецифичность, о чём мы с вами говорим. Любые материалы аллогенного происхождения тропны к человеку. Они не тропны к свинке, к бычку, ещё они тропны к человеку. Соответственно, это наша с вами структура, которая наш организм принимает с огромной радостью и биодеградирует вместе с ней просто блестяще. Биосовместимость материала, это понятно, тоже она вытекает из видоспецифичности, доступности. Ну, понятно, да, вот мы взяли её, купили. Она не лимитирована как аутотканью, ничем. Я захотела, отрезала сантиметры, захотела, четыре отрезала. То есть, столько, сколько мне надо, я могу себе позволить его применять. Биорезорбируемость. Вот здесь кроется определённый такой нюанс, который не нравился раньше пользователям. И пользователи очень многие считали это недостатком этого материала. Но когда мы стали его применять в парадонтальной пластике, мукогенгивальной, оказалось, что именно эта особенность, вот эта длительная биорезорбируемость, да, с четырёх до шести месяцев, именно за счёт неё она даёт увеличение объёма тканей. Прикреплённую десну она формирует за счёт этого. Она формирует дополнительный объём десны. Вот почему происходит именно изменение биотипа десны. Это связано с её биорезорбируемостью, с сроком этой длительностью биорезорбируемости. Ну и полное, естественно, замещение собственными тканями. Она через шесть месяцев в любом случае не рассасывается просто так. Она именно замещается тканями, ну что гистологически подтверждено и доклиническими испытаниями в том числе. Осложнения. Осложнения местные – это отёк мягких тканей, он может быть больше, чем какой-то традиционный после хирургического вмешательства без применения твёрдой мозговой оболочки. Именно для этого, после первого применения, нам было предложено перфорировать твёрдую мозговую оболочку. Это связано не только с тем, чтобы быстрее образовывалась коллатерали сосудистая, а ещё и для того, чтобы снизить отёк в тканях, то есть и тканевая жидкость, чтобы через вот эти перфорации могла спокойно выходить наружу через листья, конечно, и лоскут. Ну, соответственно, если вы соблюдаете такие рекомендации, как перфорации тщательные, то никаких проблем у вас не должно быть с излишним отёком. Гематома. Ну, гематома, понятно, это реакция любого типа слизистой, мягких тканей. На вмешательство хирургическое оно может быть отнесено вообще к общим каким-то осложнениям, не связанным с мнением конкретно твёрдой мозговой оболочки. Расхождение швов традиционное хирургическое осложнение. Но тут чем оно чревато? Только тем, что обнажится мембрана. Это вот то, что нам не хотелось бы, то, что нам не рекомендовано. Это обнажение мембраны и то, что тогда нивелирует результат. Из общих соматических осложнений это может быть повышенная такая вот реактивность, как повышение температуры. Но, опять же, при назначении Зертека на 3 дня мы такие нюансы убираем обычным. Продолжение следует...